По традиции, по доброй, которая уже 8 лет повторяется и повторяется, в городе Конаково проходит межрегиональный спортивный праздник «Если хочешь быть здоровым». Он посвящен Дню физкультурнику, который вся страна отмечает следующие выходные, но мы всегда делаем на неделю раньше. Благодаря этому к нам приезжают гости, которые праздник отмечают дома, а на неделю раньше приезжают к нам. Открыли праздник пляжным волейболом. Желающих попробовать себя в этом виде спорта, продемонстрировать первоклассную игру или просто получить заряд энергии на весь день, выстроилась очередь. Мне очень нравится сам вид спорта, потому что он дает тебе удовольствие, это поддерживает твое физическое состояние, это дает новые знакомства. С погодой повезло, турнир по пляжному волейболу длился целый день. Побороться за звание лучших к нам в город приехали спортсмены из других городов. Команды то и дело сменяли друг друга. Отвлечь ребят от игры могли разве что под счеты баллов. Удовольствие вообще доставляет огромное. Это новые люди, очень много приезжает людей, дубные, ну со всех городов вообще. Разновидности спорта, то есть теннис, волейбол, лето, солнце, Волга. Не остались в стороне от праздника и люди с ограниченными возможностями. Для этой категории граждан, как и всегда, организаторы мероприятия подготовили состязания по армрестлингу, дартсу, настольному теннису, броски и мяча в корзину и гонки на инвалидных колясках. Давай, 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 вперед, вперед, вперед. Давай, 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 давай. Юля Карасева второй год подряд активно участвует в состязании между людьми с ограниченными возможностями. По словам Юлии, праздник – отличный повод встретиться с друзьями, а соревнования не позволяют расслабиться. В этом году стала лучшая организация. В том году еще организаторы не совсем знали, допустим, в виде спорта, в таком как бег на колясках, они не знали, что коляски разные могут быть, и из-за этого и мощность разная, да, то есть кто-то быстрее может ехать, кто-то медленнее. Поэтому в этот раз разделение сделали. Турниры по баскетболу, мини-футболу, хоккей, на траве, шашках и шахматах тоже нашли своих участников. Тут же неподалеку проходило еще одно состязание, требующее не столько силы, сколько хитрости, ловкости и умений вести себя на ринге. Соревнования по самбо заняли свою нишу в физкультурном дне. Маленькие любители спорта могли посоревноваться со сверстниками в вилогонке, забеги на роликах и продемонстрировать силу выносливости в 100-метровке. Ближе к вечеру по традиции состоялся вип-футбол. На поле вышло две команды – состав Совета депутатов города Конакова и команда администрации города. В ходе напряженной борьбы, безоговорочную победу со счетом 4-0 одержали депутаты города. Чтобы озвучить всех победителей и призеров спортивного праздника, потребовалось не менее получаса. 30 видов спорта, десятки отличившихся. Все они заслужили высокого почета, грамот, кубков и ценных памятных подарков. Пускай не все участники праздника достигли спортивного успеха, все же главная цель проведения Дня физкультурника – не выявление победителей в соревнованиях, а приобщение конаковцев к здоровому образу жизни.